Всем доброго времени суток, мои дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на своем канале «Жизнь как есть» с Аленой Терешковой. Добро пожаловать! Ну что, друзья, началась новая рабочая неделя. В прямом смысле рабочая. Даже для нас, тех, кто не работает, как говорится, не ходит на работу по трудовой книжке, рабочая неделя, она рабочая. Встаем, еще темно, и ложимся уже заполнить. Так и сегодня. Дел, ребята, много, и я вот хочу спросить, у вас тоже столько дел? Что не день, то куча дел. Что не день, то опять куча дел. Вот просыпаешься, думаешь, ну все, вроде бы все, вчера такой передел. Встаешь, и снова куча-куча дел. Причем до позднего вечера. Я не знаю, у меня нет времени на отдых, на развлечения, ходить по гостям, сидеть на лавочке, щелкать семечки. Ребята, я живу в деревне теперь, но у меня нет на это времени. Я все время занята домашним хозяйством. Хотите, верьте, хотите, нет. С утра до позднего вечера. Я даже видео, чтобы вам выпустить видео, я видео монтирую ночью, ребят. Не хватает времени. Дел у меня сегодня много. Обязательно, ой, что-то у меня с освещением. В общем, что-то не так. Дел у меня сегодня, ребята, много. В первую очередь, мне нужно сварить, кушать. А варить я сегодня буду борщ. Очень наваристый, вкусный борщ. На свиных рульках, на свиных рульках больше получается обалденный. Еще мне надо приготовить печень. Обязательно первое и второе. Потому что я на работу мужу с собой обязательно собираю кушать. Он на обед не приезжает. И я готовлю что-то второе. Ну что, друзья, еще мне предстоит разобраться с бельем. У меня была вчера стирка. Надо это белье все перегладить, сложить, прибраться в домик. Ну и меня ждет уборка двора. Продолжение. Ну что, друзья, будем работать. Лениться не будем. Всем сил, бодрости, здоровья и хорошего настроения. Варить свиные рульки. Очень вкусный борщ получается, ребята, на свиных рульках. Посмотрите. О, какие, о, какие. Буду варить, пока они не разварятся. Потом вытащу и буду закладывать все овощи. И буду готовить вкуснейший борщ. Кошечка, свеколка, лучок. Это все помою, почищу. А потом добавлять буду остальные овощи. Помидорчик, перчик. Сгущенку я варю сама. Вот такую теперь варю варенку. Сначала делаю топленое молоко. А из топленого молока варю сгущенку. Получается отличная сгущенка. Фрося, Фрося. А-а-а. А-а, что ты тут на солнышке где-то? Ребята, у нас такая погода сегодня шикарная. Солнце светит. Бабье лето. Прелесть. Тепло, стою прям жарко. Прям жарко, ребята. Прелесть и непогода. А у меня в руке тюльпаны. Хотим посадить тюльпаны с осени. Чтобы ранней весной у нас были свои тюльпаны. Ой, солнце светит. Не вижу в камеру ничего. Ну, в общем-то, идем сажать тюльпаны. Мама уже подготовила землю. Еще один кадр греется на солнышке. Все животные разлюблись и греются на солнышке. Фасад дома продолжает ремонтироваться. Муж снимал все наличники, штукатурил под ними, вставлял. Теперь все лапки мама забелила. Теперь будем белить на два раза и потом красить окна. Здесь, ребята, выкопали цинии. Ну, не выкопали, а выдернули. Они уже отцвели, потому что у нас ночью были заморозки. Семена собрали. Эту территорию очистили. Сюда, в баллон, хотим посадить тюльпаны. Луковицы у нас тут тюльпанов. И хотим посадить с осени. И чтобы у нас весной красиво тут цвели тюльпанчики. Здесь у нас посажен куст. Этот куст нам привезли. Привезла родственница Салматы. Не знаю, как называется. Может, кто-то из вас знает. Он таким растет большим, бьющимся кустом. И цветет красными-красными цветами. Не знаю, как называется. Видела на фотографии. Очень красиво. Если вы знаете, ребята, напишите, как он называется. Мама поливает землю перед посадкой. Она, наверное, должна потом прогреться. Или сразу сажать. Пусть это впитается. Ладно. Вот это все он делал, да? А что туда как выемка идет? Там много надо пить. Стена такая. Сейчас покажу вам, ребята. Покрасили окна вчера на второй раз. Уже более-менее вид другой. Потому что на один раз покраска окон это мало. Потому что эти окна запущены. Сто лет не красились. Многие из вас зададут вопрос, почему вы не ставите пластиковые окна, ребята. Всему свое время. Пока сейчас у нас финансы уходят на другие. Положение окна могут подождать. Поэтому пока мы приводим в порядок. Вот такой получается домик со двора. Во дворе вот такой бежевый домик. И такие вот коричнево-оранжевые окна. Я думаю, это сочетание подходит. Здесь контраст идет. И цвета такие родственные. Мне кажется, смотрится хорошо, неплохо. Я вот сама подобрала такие цвета для дома и для окон. И здесь тоже покрасили на второй раз. Они уже более насыщенные, более ярче. Сняли скотч, которым внутри обклеивали. Чтобы стекла не пачкались, когда красили. Ну вот как-то так, ребята. Это я вам со двора показываю. Все вы знаете, перед огородом. Пока как-то так. Это пока наш первый такой ремонт. Пока мы привели в порядок вот так. Ну, на следующий год посмотрим. Будут финансы, будут силы. Там будет видно. Загадывать не будем. Мама рассадила клубнику. Потому что клубники много, а толку было мало. Большая часть клубники практически не плодоносила. Только несколько кустов. Клубника хорошая, но было мало. И мама ту, которая не плодоносила, решила убрать. А из тех кустов, которые давали хорошие плоды, она разделила. И вот образовалось сколько кустиков. Ну, мама этим занимается, потому что она разбирается в этом деле. Вот, мы, как говорится, на подхвате. Там мама еще продолжит это дело. В общем, хочет разбить кусты. И все рассадить, только те, которые хорошо плодоносили. Потому что, ну, надо, чтобы от клубники был толк. Хотя я и наварила немного варенья с клубники. Ну, этого мало. Хочется, чтобы было много. Срезали вчера уже лук батун. Вот эту часть еще оставили. А вот этот уже, ну, он уже совсем старый. Срезали. Ну, в принципе, смысла нет оставлять. Потому что ночью уже заморозки. Ну, а днем, слава богу, тепло. Огород я показывала. Убрали всю ботву. Будем его перекапывать. Ну, это будет делать наш мужчина дорогой. У него сил побольше. Ну, все, друзья. Пошла в дом. Мне надо готовить кушать. Посуду я уже перемыла. Пойду готовить кушать. И разбираться с бельем. Ты пришла на солнышке погреться. И ты пришла. Тебе тоже холодно. Поела. Он, Барбот, заедает твою еду. Свою поел. Теперь пошел кукла твою есть. Пойду разберусь с бельем, которое вчера перестирала, ребята. Надо его все разобрать. Сложить. Что надо перегладить. Все надо это сделать. Вот, ребята. Такую работу я сегодня сделала. Закатала компот. Виноградный. 10 банок. Вот такой виноградный компот. Очень вкусный. Так что, большую работу сделала. Устала, устала. Сейчас укутаю все это пледом. И пусть стоит до полного остывания. И зимой мы будем пить виноградный компотик домашний. Витаминчики. Вот так вот оформили мы домик, ребята. И так вот он смотрится теперь. Ну, с улицы. Ой, пришли домой. Хорошо так. Барбос, ты кушаешь? Ты проспал свой завтрак? Теперь поменялись они мисками. Кукла ест из его миски. Барбос ест из ее. Да? Кусайте. Кусайте, кусайте. Мама, что там? Грибы выгребаешь? Почти ведро. Классненько. Деликатес сделаем так. Вот, ребята. Муж вчера почистил нам. Помощь оказал. Ой. Солнце светит. Ну, что-то сегодня вот-то холодный. Одним словом осень. Ну, все равно. Даже если будет такая погода, она нас устраивает. Да, мама? Да. Так, ребятки. Ну, что, мои хорошие. Вот закончили мы побелку, покраску дома. Вот так у нас получилось. Вот такой у нас дизайн, так сказать. Так, как вам показать, чтобы было видно. Вот. Это у нас выходит, значит, стена на улицу. Центральный вид. Дома. Вот так мы сделали. Дом бежевый. И эти цвета я сама подобрала под бежевый цвет. Вот такие вот окна. Рамы белые. В белый покрасили. И такие ярко-коричневые. С таким немножечко отливом. Как-то оранжево-красноватым. Окна красили на два раза, конечно. Дом делили на два раза. Ну, пока так. На сегодняшний день, ребята, так. Что могли, что-то сделали. В будущем будем, возможно, менять. Окна будем менять. Потому что надо еще стены выравнивать. Ну, пока наши возможности позволили нам облагородить наш дом вот так. Ну, я думаю, выглядит это намного-намного лучше, чем было. Осталось только мужу доделать фундамент. Вот. Ну, он работает с утра до вечера. Поэтому фундамент продвигается медленно. Ну, сделает наш Дмитрий Александрович. Он трудолюбивый, аккуратный. Он любит во всем порядок. Он обязательно сделает. Ребята, окно, веранды мы пока красить не будем. Это окно вообще все надо менять полностью. Менять. Пока мы его просто на зиму обобьем целлофаном. Потому что, ну, в общем-то, это окно непригодно. Надо думать, что делать. Еще раз вам покажу с этой стороны. Теперь тоже окна на два раза покрасили. Все побелено. Фундамент тут, который с этой стороны фундамент сделал. Муж часть. Он его будет потом, когда полностью закончит фундамент. Естественно, он его покрасит специальным покрытием, чтобы фундамент не разрушался. Ну, вот так выглядит домик во дворе. Здесь окна без наличников. Ну, как-то так, ребята. В общем-то, задачи поставлены, справились. Внешний вид дома более-менее привели в порядок, чтобы он выглядел более-менее прилично. Слава Богу, погода нам помогла. Все хорошо. Ну, все. Идем с мамой домой. Пора нам обедать. Что, мама опять за грибами ходила? Ходила. О-о-о. Что, рядовка? Красавица-синелочка, да. Как, рядовка-синявка? Ну, мы ее называем так. А, правильно она называется. Короче, рядовка, а синявка, потому что она синенькая. А рядовка, потому что растет рядовка, да? Рядовка. Так, ребята, мама с утра уже по грибы сходила. Вот такие дела. Солнышко светит. Ночью был мороз, минус два. Сейчас пятнадцать, тихо, ярко светит солнце. Ну, тепло. Попьем с мамой чаю. Вчера напекла булочек, плюшек, пирогов с творогом. Будем пить чай. Мама, пошли чай пить. Вот столько грибочков насобирала наша мамулечка с утра. Сбегала. Рядовка. Я уже говорила в прошлом видео, почему называется рядовка. Они рядами идут, идут рядами. Ну, в народе называют их синявки, потому что они с этой стороны внутренние. Как будто бы сине-фиолетового цвета. Но эти грибы, они очень-очень вкусные. Очень, в общем. В общем, это осенний гриб. Рядовка. Такая вкусняшка. Сейчас мы их помоем, отварим и посолим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин